всем приветики пришло ко мне вчера а вот это вот все самое интересное что я заказывал это самым последним из большого списка заказов у меня там штук штук 13 заказов и из них этот был самым последним а пришел самым первым упакован правда был плоховато всего лишь в почтовый пакет с пупыркой и все и больше ничего то есть она запросто могла сломаться то есть она все так вот лежала в почтовом пакетике с пупыркой и все то есть никаких картонных коробок ничего не поролона но почему-то как-то все она целая до сих пор вот да еще вот такая штучка короче светодиодная лента получается вот она сама лента идет в комплекте то есть не инструкции ничего про не коробочек просто вот она сама светодиодная лента сюда входит подключение сюда выходит так потом что еще собственно переходник вот он переходник даже распаковки как такого нету потому что почтовый пакет уже порван а в нем все это лежало уже все распаковано и как бы сюда она подключается сюда дается питание а вот это это как раз таки есть порт который принимает сигналы от пульта кстати я не знаю если в пульте батарейка нету но мне есть пульт есть другой пульт от моей лампы который я заказывал там есть батарейка собственно отсюда можно взять хотя они одинаковое вроде вроде когда мы может быть какие-то функции будут разные поэтому стоит наверное на то есть она без батарейки поставляется но чувствую что у меня батарейка есть то есть для этого пульта вот как раз таки ну вот он пультик все его кнопочки здесь включить выключить яркость меньше яркость больше цвета флайш строп фэйт смучно да ну наверное тоже здесь она практически то же самое только здесь расписано ну здесь цветами а здесь по написями самое интересное что можно попробовать этим потом пультом будет работать или нет мне кажется сработает потому что одинаковые функции хочу его отложил и для него вот она я уже повторяюсь приемник сигнала вот он сюда подключается блок питания а сюда уже сама лента подключается вот он блок питания такой вот булочок отца адаптер модель такая-то для инсультам первого не он сует на свой дом таки круто здесь я не знаю какой размер сверху 55 наверно внутри 22 и 5 наверное вот ну и такая вот штучка я не знаю зачем она видимо переходничок между вот этим то есть можно сделать вот так подключиться а можно и не так можно вот так сразу ну то есть такой переходничок если вдруг понадобится кстати эту ленту можно разрезать то есть ты берешь ее достаешь и муж ее разрезал по моему на этом месте она разрезается вот она линия разреза а как она дальше вот такие здесь фонарики а как дальше она закрепляется сюда наверно придано разрезается снова сюда подключается питание и она горит до какого-то момента пока ты не обрежешь а там где обрезал к тому месту припаиваешь она в принципе ты можешь да получается ты у тебя одна лента идет и обрезаешь а к другой стороне вот сюда вставляешь вот эти вот штуки и их уже можешь подключить тоже к такому блоку питания либо просто припаять сюда вот эти штучки и соединить их вместе ну как то так короче можно можно либо правда просто припаять сейчас попробую все это подключить хотя она так довольно-таки интересно так приятно вставляется вот сюда вставляется блок питания так прям плотненько так до конца так вставляется так прям приятненько и здесь тоже самое так вот плотненько так вот вставляется так вот прям все крепенько держится все готово осталось только в розетку включить ну и вот собственно она уже в розетке подключена и мы можем попробовать пультиком нажать например на меняется цвет то есть если вот выключить лампу красный зеленый синий оранжевый в общем цвета можно менять это круто причем она 4 метра 4 метра и стоит 4 доллара то есть насколько дешево в комплекте идет лента на 4 метра переходник с пультом вот получается это переходник которому пульт подключается и булка питания плюс еще вот эта вот штучка все вот это вот стоит всего лишь четыре доллара и здесь четыре метра то есть это вообще пушка и довольно таки круто можно переключать режима вот зелё это у нас какой же здесь написано желтый нажимаешь я бы не сказал бы что это желтый он горит зеленым так где там пулю это почему-то нового нажимая на красным и каким-то оранжевым горит нажимая на оранжевый ты мне сказал бы сейчас что на желтом горит то есть она сейчас он горит больше как как зеленым каким-то вот сейчас синим до розовеньким но желтый он вообще не желтым какой-то зеленый а зеленый синим горит вот когда только нажимаешь на зеленый тогда прямо зеленым она также все становится так прям зеленый вот он прям вот он зеленый так но даже те становится но не сильно это у нас мигание flash это это у нас что стробоскоп и фейд то есть номера мигания и разными цветами и здесь вообще какая-то но если включить белый так чтобы выключить включить включить белый белый прям сильно белый почему-то яркость не меняется в общем я разобрался немножко получается когда нажимаешь удерживаешь именно нужно удерживать тогда яркость потихоньку уменьшается вот она уменьшается уменьшается если на этом пульте для лампочки ты один раз нажимаешь и лампочка резко сразу темнее становится то есть нужно именно удерживать тут все держим минут нарастает нарастает ярче и ярче и в итоге ну даже поэтому виновом и яркая такая же все белое нажимаем и держим и она вот потихонечку уже уже уменьшается она уже не такое ярко да ну довольно таки интересная штука интересная штука довольно таки так даже со светом и лучше а то без света слишком много пикселей идет а теперь хотелось бы проверить другой пульт сейчас попробую переставить батарейку не другой пульт не работает я вот нажимаю она не выключается вон там лампочка вот она свет видно вот он зажегся фагас лампочка работает а вот именно вот эта штука не хочет то есть ей свой пульт нужен но на самом деле плохо что они так редко идут то есть вот они идут вообще редко то есть с большим таким расстоянием то есть здесь где-то вот целый целый почти что пульт расстояние то есть довольно таки сантиметров 5 точно есть и расстояние то есть доме таки многовато ну а там сразу три светодиодика там в лампочки будут но вообще удобно удобно я хотел именно сделать вообще как подсветку куда-нибудь но и чтобы как раз таки для записи видео что можно было по кругу разместить то есть как подсветка что была такая классная над над этим над съемочной площадкой так сказать но честно говоря она слабо светит вообще не ярко то есть как подсветка она практически толком ничего не и вот я думал ну так вот например по кругу вокруг съемочной площадки обложить только так чтоб не было видно в кадре там допустим но чтоб светило так оно не сильно то ярко светит оно даже до сюда не достаёт да где моя вообще с рука с пальцами даже вот здесь не толком не освещено а это максимальная яркость а если сделать вообще поменьше то но он даже то есть вот это по моему минимальная яркость хотя она даже вот на максимальной яркости светит так что не особо ну то есть вот это максимальная яркость то есть если так вот посвятить то есть если взять две вот пластины ну в принципе так если они будут прямо висеть над съемочной площадкой что-то освещает конечно но не сильно ярко наверно потому они такие дешевые всего лишь 4 доллара ну да такой комплект здоровый за такие за 4 доллара это же как бы дешево 4 доллара но некоторых только лента без ничего стоит 4 доллара это там каких-нибудь там два метра а тут 4 метра из такой большой комплект еще и блок питания 4 доллара и ну в принципе так вот освещает уже получше и это две ленточки если их так штук пять сделать то уже получше будет в принципе то есть вот как она здесь освещает сейчас в принципе нормально а если их там штук ну больше чем больше штук таких наложить в принципе должно быть лучше должно будет быть лучше но это как дополнительное освещение включил все остальное освещение которым необычно включена сразу уже другой вид только что все было таким белым красивым хотя это еще дает свет включенные светодиоды если их выключить вот такой становится просто мне вот этот угол вечно затемнен тут у меня лампа стоит вот она освещает а тут у меня ничего не стоит и она здесь темновато в принципе если сверху повесить так одна линия 2 3 ну штук 5 6 навесить 7 чтобы они так в ряд шли и были над над съемочной площадкой то в принципе думаю хорошо будет освещать именно я ну и хотел во первых чтобы съемочную площадку освещать на в первую очередь для самостоятельной площадки ну и так можно куда-нибудь лишнее отрезать и куда-нибудь уже еще где-нибудь что-нибудь попитывать ну подсыпать освещать так например ну блок один будет пресс идешь снимать включил блок для съемки вот такая лента включается над съемочной площадкой все ярко становится а когда снял тебе же она уже не нужна отключил и блок можно подключить к другому месту где там что-то будет освещаться на блоке питания кстати никаких лампочек нету ничего и он уже ну слегка тепленький хотя она чуть-чуть поработала вот ну так слабоватенький конечно ну и если лента длиннее то конечно блок нужен сильнее но по идее здесь должно быть рассчитано раз цена 4 метра 12 вольт 3 ампера то должно хватать в принципе вот такая вот покупка ну на этом все всем пакетово дальше буду пробовать сделать себе освещение все полу сейчас я конечно не сделал потому что это нужно как-то эти линии так вот уложить 1 2 ну штук пять как минимум так вот уложить чтобы они так сверху вниз светили к чему-то может быть даже приклеить они кстати там клеющаяся должна быть эта штука должна отдираться клеенка это она должна отдираться и там должно быть клеющаяся основа ну да вон она отдирается он уже отдирается и там вода уже липкая пальцы липнут но можно отодрать к чему-то наклеить такими полосами и какую-то штуку сверху над съемочной площадкой чтобы она светила но сейчас конечно уже этого не придумать надо что-то думать так вот сразу не придумаешь вот поэтому это уже потом и ну естественно покажу результат пока что вот такой вот обзорчик ленты которые я купил но на этом все всем покидала